Чтобы не получить статус браконьера, любителям рыболовам в прошлом году пришлось тщательно изучать изменения в законодательстве. А их было немало. Самое главное из них – установление в каждом регионе страны своей квоты на улов. Чтобы не превысить норму и точно знать, оставлять пойманную рыбу или отпустить обратно в водоем, придется брать с собой весы. А если ловля идет несколько дней, то приводить другие доказательства легального промысла. Это могут быть чеки с заправок, это могут быть договоры с рыболовными базами и так далее и тому подобное. Ловля рыбы всегда регламентировалась федеральными и региональными нормами и правилами. Теперь их всех объединил закон, обсуждение которого длилось более шести лет. И вот в конце прошлого года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, который разрешает бесплатную и свободную любительскую рыбалку на реках, озерах и прудах общего пользования, кроме особо охраняемых территорий. Основная задача – предоставить любителям возможность ловить рыбу. Но при этом ограничить браконьеров и вести определенную строгую норму закона касательно именно граждан, нарушающих закон. Долгое время рыбу вылавливали бесконтрольно, никто не следил за восстановлением водных биоресурсов. Поэтому популяции многих видов рыбы значительно сократились и находятся на грани исчезновения. Чтобы сохранить рыбу в реках и озерах, новый закон расширил список запретных для рыболовства участков. На некоторых ближайших к Сарово водоемах рыбалка запрещена уже давно. В первую очередь самое близкое к нам – это озеро Светлое. Темняковский район, то есть это в районе Жигалово, мекка наших рыболов городских. Норма не новая, запрет на ловлю там всегда был. То есть это считается нерестилищем и рыбопроизводственным участком. За нарушение закона предусмотрены значительные штрафы и уголовная ответственность. Так что прежде чем отправиться на рыбалку, внимательно изучите закон и региональные правила, где четко прописано, где ловить, чем и сколько уловом можно забрать с собой. Подробнее об изменениях в законодательстве председатель рыболовного спорта нашего города расскажет в передаче «Актуальное интервью». Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.